Благословенно имя Бога Отца, Сына Его Господа нашего Иисуса Христа и Духа Святого. Мы приветствуем всех на этом богослужении во славу имени Господа в храме на Подоле в Киеве. Мы приветствуем сегодня также всех наших зрителей телеканала «Надежда», кто присоединяется к нам, чтобы слышать Божье Слово. Добро пожаловать на этот пир божественной истины. Пусть Бог благословит нас, и Дух Святой совершит нечто с нашими сердцами, чтобы, выйдя из зала этого храма, мы могли почувствовать эту радость прощения, которую дарует нам наш Небесный Отец. Некогда один христианский мыслитель, Сёрин Киркьегор, размышляя о храме Божьем, а также о театре, сказал следующее. Он говорит, какая разница есть между храмом и театром? Ведь и там, и здесь есть люди, сидящие на стульях, на скамьях, и там, и здесь есть как бы сцена, не правда ли? Похоже. Так в чём же разница? И вот он сказал, а разница в том, что в молитвенном доме есть только один зритель. Кто это? Господь Бог. В театре много зрителей. Они смотрят, что там происходит. И часто и мы тоже думаем подобным образом. Вот пойду, посмотрю и послушаю, что пастор скажет, как правильно слово прозвучит, как хор споёт. Вот, кстати, сегодня замечательно мы слышали эту музыку. Мне казалось, что это музыка неба, не правда ли? Мы оцениваем. Но было бы важно понять, что на богослужении нам очень важно понять, что зрители здесь есть только один. А мы все с вами будем действующими лицами. Что почувствует наше сердце сегодня? Молитва наша сегодня о том, чтобы Господь коснулся нашего сердца и чтобы не пустым оно вышло из этого зала. Мне хотелось бы тоже в самом начале несколько слов сказать об одежде. Знаете, одежда ведь была подарена нам Богом, оказывается. Откуда берёт начало наша одежда, которую мы одеваем? Многие люди в этом мире не знают, а мы с вами узнали, что Бог нам её подарил. Но это было после грехопадения. До грехопадения Бог подарил человеку прекрасную едемскую атмосферу, природу, зверей, семью, субботний покой, ещё там, в Едеме. А когда человек согрешил, тогда как всё это происходило? Давайте мы вспомним ещё раз. И чтобы на этом фундаменте пойти дальше в нашем исследовании. Когда человек согрешил, мы читаем третью главу книги Бытие. «Открылись глаза его, и они узнали, что наги изшили смоковные листья и сделали себе опоясание». Слышите, человек решил защититься, и они сделали эту одежду. Но Господь увидел, что и здесь, в опоясаниях, они чувствуют себя как? Неловко. А опоясания из листьев не могли их скрыть. И вот теперь Он дарит им эту одежду. 21 стих говорит, «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Теперь одежда стала частью нашего человеческого бытия. Вы знаете, 21 век, он стал особым веком. Во многих случаях мы видим, как люди поклоняются и даже одежде. Эти показы мод. Вы наблюдали, как это всё происходит? Богатые люди идут туда, и они смотрят, как одежда стоит больших денег, дорогих денег, и дают эти деньги, чтобы только приобрести её. Бедные люди, которые не имеют средств, не ходят туда, но всё равно в сердце своём хотели бы что сделать. Мы мечтаем одеться в дорогую одежду. Друзья мои, не для этой цели Бог подарил нам одежду. Она должна защитить нас. Она должна сокрыть нас. Она должна покрыть срамоту ноготы человеческой. Она должна согреть. И каждый истинный христианин знает цену одежды. Какова она? Какая должна быть одежда? Конечно же, чистая, не правда ли? И христиане знают, как можно заботиться даже о самой простой одежде. Конечно же, опрятная. Но мы можем так сказать из добротного материала, из материи добротной. Так или нет? Да. Возможно, она должна быть и современная. Я думаю, что да. Если она соответствует призванию христианскому, она должна прикрывать. Она на христиане некрасивом должна быть красивой. Я знаю, общаясь с молодыми людьми, юношами и девушками, они смотрят. И юноши знают, что если красивая внутри душа человека, не обнаженная, то и внешне одежда его красивая. Но сегодня не об этом мы будем. Это только наш мостик к размышлениям. Вы знаете, что одежда в Священном Писании становится знамением силы божественной и власти, которую Бог наделяет каждого человека. Позвольте вместе с вами открыть Священное Писание. Это книга 4 Царств, 2 глава. Это история жизни великого пророка Ильи и пророка Елисея. Два мужа веры. Один из них был старше, другой моложе. Это был момент, когда они передавали друг другу служение. Это был особый момент. Жизнь первого. Это был Илья. На этой земле завершалась. Немного осталось, как он будет идти по этим тропинкам земным. И вдруг что появится? Небо, огненная колесница. И она его мгновение перенесет в другую атмосферу. Небо. И он пойдет сразу по дорогам вечности. Здесь во 2 главе 4 Царство рассказывается с 1 стиха, что Илья взял с собой в это последнее путешествие по земле пророка Елисея. Тот был молод. Он учился, но он должен был заменить его на великом служении духовного руководства Израилем. И вот как только они вышли из Галгала, Илья стал испытывать Елисея. И он говорит, послушай, Елисей, а может быть тебе остаться? Останься здесь. Жив Господь Бог и жива душа твоя. Я пойду с тобой. Они зашли в один город. Это первый город был, город Вифиль. Вы можете, читая Библию, много узнать об этом городе. О благословениях его и проклятиях его. Но в этом городе были школы пророков. Вот эти молодые сыны пророков вышли навстречу. Они тоже сообщили о том, что знают, что скоро Илья покинет эту землю. И опять же, Илья обращается к Елисею и говорит, послушай, останься здесь. И что говорит Елисей? Он опять говорит, нет, я не могу это сделать. Жив Господь Бог и жива душа твоя. Я пойду с тобою. Наконец, они пришли еще в один город. Это был город Иерихон. Последний город на земле, который посещает Илья. Вновь здесь школы пророков. Кстати, эти школы и в Вифиле, и в Иерихоне, они берут свое начало еще от Самуила, пророка Божьего. Опять испытывая Елисея, Илья говорит, останься здесь, в Иерихоне, не иди со мной. И Елисей как бы клятвенно говорит, жив Господь Бог и жива душа твоя, я пойду с тобой. Елисей знал, как важно получить благословение от того, кто покидает землю. Как важно идти до конца. Мы сегодня в наше время не всегда понимаем, как важно перенимать нам опыт тех, кто благочестивой жизнью живут, идут рядом с нами. Как важно нам слышать голос их, когда они покидают нас, потому что он может быть великим благословением для нас. И вот, когда они пришли уже к Иордану от Иерихона, перед ними было препятствие. Илья нечто делает со своей одеждой. Что это было за одежда у пророка Ильи? Как она названа в Библии? Милость. Нам неизвестно до конца полностью, как эта одежда описывается, но словари говорят, что это такая накидка, как плащ была на нем, простая, легкая, свободная. Он берет свою одежду, снимает с себя, он ее сворачивает, и что делает дальше? Ударяет, и вода расступается. Удивительное действие, видит пророк Ильисей. Одежда Ильи, она служит как бы символом божественной силы и символом власти, которую подарил ему сам Небесный Отец. Господь как бы облачил его, облачил силу и власть идти по этой земле, от Бога, с неба. Вода расступилась. Что напоминает нам вот эта история из прошлого? Да? Мы вспоминаем исход, не правда ли? Мы помним, как Моисей своим жезлом разделил воды Красного моря. Мы помним, как Иисус Навин разделил воды того же Иордана. Знаете, это необычно. Когда вода разделяется, это славно, непонятно. Что думали дети, что видели и чувствовали дети маленькие, когда они переходили Красное море? Представьте, справа и слева была стена, водная стена. А за этой стеной что они могли видеть? Аквариум. Рыбы плавают, справа и слева. Папа, мама, посмотрите, как необычно все. Возможно, кто-то из них подошел и что сделал? Руку свою, чтобы сводить эту рыбку. И она ушла туда в воду, а вода стоит. Друзья мои, что Господь, Бог может делать? И для Него это не есть чудом. Или есть чудом? Нет. Он всесильный Бог и в нашей жизни совершать нечто, что для нас является удивительным. Господь может сегодня влиять. И дети Божьи знают. Через ту одежду, которую носил Илья, он мог прославить Господа. Они перешли за Иордан. Здесь должно было произойти восхищение. И Илья, обращаясь к Елисею, говорит, проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя. Девятый стих говорит. Проси. И вот этот молодой человек, не смутившись, что просит? Что он просит? Силы твоей хочу. Притом, хочу сколько? Скромно. Правда, он просит? Нет. Илья, мне мало одной части твоей силы. Мне мало сто процентов твоей силы. Мне нужно сколько? Двести процентов. Что бы я просил у Ильи, если бы я стоял в момент его восхищения? Что бы ты, мой дорогой друг, слушатель, наши друзья там, кто смотрит нашу передачу по телеканалу «Надежда», что бы вы просили у Ильи? Может быть, мы сказали бы, Илья, послушай, ну разве там в колеснице не хватит места? Я хочу с тобой. Как вы думаете, хватило бы там места для Елисея? Ну, конечно. Потеснился бы немножко. Или бы он сказал, Илья, послушай, я пойду в этот мир, мне там будет сложно, но подари мне побольше денег, чтобы мне было легче, я буду их раздавать бедным людям. Или он сказал бы, Илья, ну дай мне какой-то особый дар. Но он просит что? Силу Твою. Друзья мои, все великие мужи веры, они знали, что самое главное в этой жизни не благоденствие от материального, то, что мы получаем, а благоденствие от духовного. Это есть та одежда, которую Господь нас желает одеть. Одежда силы, одежда власти на этой земле. Об этом мы будем исследовать с вами целый квартал. Три месяца. Что Господь желает дать нам? Илья удивляется просьбе Елисея. Он говорит, трудного ты просишь, но говорит, ладно. Если увидишь, что? Как я вознесусь, то будет тебе. А если не увидишь, то уйдешь разочарованный с этого места вознесения моего. И в это время одно мгновение, как в вихре перед Ним появилась колесница, как в вихре кто-то подхватил Илью. И Елисей не успел оглянуться, как он оказался в той. Илья оказался в самой колеснице, и она унесла его в небо. Елисей смотрит. Что он видит? Он видит, как небо открывается, и как Илья входит в это небо. Но что-то необычное произошло в этот момент. Что произошло? А? Милость упала. Она упала прямо к ногам кого? Елисея. Далее Писание говорит, он сбрасывает свою одежду, раздирает ее. Здесь, конечно же, и состояние его потери открыто, но взамен его одежды он одевает на себя другую одежду. Я долго думал, наверное, вы размышляли, почему Милоть упала на землю? А ведь она уже не нужна Илье. Вы понимаете, в чем суть? Или нужна она там на небе ему, Милотед? Не нужна. Он был одет уже в одежды славы Господа. Это те одежды, которые Адам и Ева когда-то носили, которые мы потеряли. Дорогие мои юноши и девушки, дорогие братья и сестры, может быть, на этой земле мы часто смотрим и сердце наше хотело бы одеться в ту одежду, которую сегодня в домах мод представляют или в магазинах продают до денег, что не хватает. Не об этой одежде заботьтесь. Заботьтесь о той одежде, которую однажды мы с вами получим от Господа. А для этого много нужно или мало? Всего-то нужно быть ближе с Ним. как Елисей с Ильей. Всего-то нужно идти до самого конца, чтобы получить эти благословения вечности. Нам не нужно будет посещать ателье мод или салоны мод. Там будут прекрасные одежды. Я хочу ее получить. А вы? Пусть это остается мечтой нашей. Теперь Елисей возвращается домой, и перед Ним первое препятствие. Река Иордан. Вы знаете, Иордан в то время не имел мостов. Да, в это время там 50 человек сынов пророческих наблюдали всю эту картину за Иорданом. И он мог бы им крикнуть, потому что Иордан не очень широкий. Помогите мне, сделайте плод. Для 50 человек это было мгновение. Приплывите и заберите меня. Но для Елисея это был момент истины. Он подошел, и на нем было это одеяние, и он снимает своего плеча, он как его отец Илья сворачивает его, и что делает? Бьет. И вода расступается. Друзья мои, так молодой пророк начал свое собственное замечательное служение. образ Ильи пророка сегодня является великим символом молодого поколения христиан, которое будет нести последнюю весть этому миру. Вас, дорогие, дорогие молодые люди в Церкви Божьей, Господь желает, чтобы вы облеклись в эту силу и дать ее не мерою, а Илья был символом прообразом Христа. Помните, когда Христос возносился, Он сказал слова. Дела, которые Я делаю, и вы сделаете, и больше этого сделаете, потому что Я восхожу к Отцу Своему. Это Иван Лея на 14 и 12 стих. Он говорил, вам понадобится больше силы и власти, чем имели предыдущие поколения. Просите и получите все необходимое. Дорогие братья и сестры, независимо от вашего возраста, у Бога есть план для каждого из нас. Имеет Он этот план или нет? Как вы думаете? Мы молчим. Имеет или нет? Имеет этот план. Друзья мои, когда Господь возносился, Он ушел с наших глаз, чтобы остаться в нашем сердце. И не только, Он обещал, что Он пошлет какую силу? Силу Святого Духа. И сегодня каждый, кто жаждет этой силы, Он ее обретает и получает. Дорогие мои, наш мир лежит в руинах греха. В наше время, где святое стало ненужным, говорят, это не модно, грех рекламируется к добродетию. Даже государственные законы многих государств, многих стран защищают греховное состояние человека. Говорят, это нормально. К сожалению, церковь находится под властью этого влияния. Дух благовестия уходит из церкви. То здесь, то там члены церкви увлекаются и идут за людьми, которые лидеры в церкви появляются, идут за ними. А вы знаете, почему идут? Потому что те говорят им очень сладкие слова. они смягчают вопросы греха. Они говорят, ну, не страшно, мы должны быть более такими, знаете, терпимыми, принимать все то, что в этом мире нам пришлось видеть. Друзья мои, оправдывая греховное, мы не можем надеяться, что одежды праведности Христовой станут частью нашей жизни. Мы изучаем прошлые движения. мы говорим о пробуждении, мы ищем ключи, как бы не звести огонь с неба. Знаете, с тех пор, как я помню, церковь всегда молилась о пробуждении Духа Святого. Мечтали об этом, искали этого. Сегодня мы имеем эту нужду. Сегодня мы не должны оплакивать состояние наодикие, а мы должны подобно Елисею идти до конца, чтобы увидеть нашего Господа, чтобы увидеть крест Голговский и его смерть на кресте, чтобы увидеть его погребение, а потом утро славного воскресения, когда там в могиле он оставил лежать посмеянную смерть. Чувствуете? И тот человек, который пройдет до конца этот путь, кто увидит Господа во всей славе его, момент его восхищения на небо, как это были апостолы, помните? Их слезы катились по щекам, но они услышали слово, «Сей Иисус вознесшийся вновь возвратится». Каждый из нас, если знает эту весть и увидел во всей красоте, он получит этот дар Духа Святого, эту силу, которая поможет нам идти и пробуждать поколение, поколение людей, это обрел наш чудесный брат Елисей. Он теперь должен был выйти на служение, на великое служение, и не просто милость, а это была праведность Христа. Он облегся в эту одежду, а эта одежда, как сказано в нашем уроке, была она соткана на небесах. И далее сказано, не имеет ни одной нити человеческого изобретения. Христос, принявший человеческую природу, развивал совершенный характер, и этим характером Он предлагает наделить кого? Соседа нашего, брата-пастора нашего, всех нас. Этой одежды хватит всем нам. Вы понимаете, вот почему Лаодики, он говорит, советую тебе купить у меня что? Одежду, белую одежду. Вот это то, что сегодня мы хотим стяжать. О чем молиться и что обрести? Вы знаете, первое чудо после Иордана, которое совершил Елисей, оно является великим символом. Послушайте, 2 глава, 4 царств, 19 стих по 21. И сказали жители этого города Елисею, вот положение этого города хорошее, как видит господин мой, но что нехорошее? Что нехорошее в этом городе? Вода нехорошая, положение хорошее, красивый город, город пальм. Но вода плохая. И в результате земля бесплодная. Вы слышите? И тогда Елисей говорит, хорошо, принесите новую чашу и дайте соли. И принесли эту чашу. И насыпали в нее соль. И что дальше он сделал? Он взял и высыпал эту соль из этой новой чаши. Высыпал в поток. И более смерти и бесплодия не было на этой земле. Вода стала здоровой до сего дня по слову Елисея, которое он сказал. Думали ли вы, почему именно чаша и соль? Что за символ открыть здесь нам? Можно было просто соли из какой-то пакета высыпать туда, да? Да и вообще если взять чашу с водой насыпать соли и хорошо ее размешать получится ее пить? Нет. Но в данном случае это чудо. Именно соль сделала воду приятной. Друзья мои, здесь великий символ. Вы знаете, не просто почва была плохой. Не просто вода была негодной, а друзья мои, духовное отравление Израиля культом Ваала в символе открыто здесь. Они находились в состоянии ни Богу, ни Ваалу. И вот грех проник в среду народа Божьего. И вот здесь в этом символе открыто, что именно Елисей стал той новой чашей, которой была та соль. А помните, что Иисус сказал о нас с вами? Вы что? Соль земли. Мы должны с вами стать той чашей и той солью, которая в нас, чтобы выйти в этот мир и рассказывать людям. Если это одеяние есть на нас, то мы воистину христиане. Если же нет, то что с нами? Вопрос я задаю себе. Если можете применить из его к себе. Друзья мои, соль чудным образом сделала землю здоровой. И если мы наполнены этой солью, то тогда из чрева нашего потекут реки воды живой. Куда они потекут? Да за пределы этого храма потекут, когда мы выйдем, и они будут течь целую неделю. На лестничных клетках наших квартир, они будут течь, чтобы затечь, может быть, в другую квартиру рядом к соседу. Вы понимаете, о чем мы говорим? Это духовный образ. Мы будем возвещать, потому что не сможем иначе. Мир еще увидит современных Елисеев. Это будут молодые люди, это будут старшие люди, те из чрева, которых текут реки этой воды живой, это реки благовестия людям, погибающим в этом мире. Сегодня Церковь Божья идет на великом марше, инициатива возрожденной для благовестия. В чем заключается, в чем ее суть? В чем суть? Рассказывать людям. Вы понимаете, в чем суть? Рассказывать другим людям о том, что Господь сделал с нами. Когда должно наступить это время? Скажите, когда? Может быть, еще немножко можно подождать? Ну, когда выйдет какой-то декрет, говорят о воскресном не, тогда будем проповедовать? Еще одна иллюстрация опять же из жизни Елисея. Уже когда мы несколько страниц перелистаем, приходим в 7 главе, рассказывается в 6 о том, что город Самария был в осаде от сирийских войск. И настолько страшно это было время. Люди съели всех животных. И даже сказано, что головы ослов ели. И даже в конце концов ели своих детей. Это страшно. Описание страшное в Библии. Вот вдруг добрая весть приходит. Мы читаем 7 глава. Послушайте. Весть от Елисея, пророка Божьего. И сказал Елисей, выслушайте Слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался человеку Божью, сказал, если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? Слышите? Интересно. Две стороны, две позиции. Один пророк Божий что говорит? Будет дешево, каждому будет доступно, а Самару не говорит, нет, этого быть не может. И напоминает это так бывает и в нашей церкви. Когда есть оптимисты и пессимисты, объявляется, что проходит евангельская программа, и можно каждому послужить, они говорят, ну что уже служить, уже никто не хочет приходить. Одни идут и наслаждаются, а другие говорят, невозможно строительство храма. Принимают решение свят общины, часть поддерживают, а другие говорят, ну что строить храм, а нужно ли скоро уже Господь возвратится. Наверное, понимаете, что так всегда было. Лично я верю, что мы можем смотреть будущее с оптимизмом, потому что много людей в церкви есть, молодых людей старших, которые невзирая ни на что, хотя говорят так, молодежь в церкви сегодня не та. Слышали вы это? Молодежь, ее интересует, не интересует церковная жизнь, ведет мирской образ жизни, но скажу, друзья мои, во все времена молодежь шла и сегодня идет. Идет миссионерами, целые годы отдают на это служение. Церковь живет и будет жить. И нет сомнений в этом. И все-таки кто прав, оптимист или пессимист? Давайте посмотрим здесь. Позвольте еще раз возвратиться к этому тексту. Елисей говорит, завтра будет много еды, а сановник царств говорит, это невозможно. Оказывается, прав был и один, и кто? И другой прав. Или нет? Да. Потому что наутро вся изменилась ситуация и было много хлеба, но сановнику стол не накрыли. Почему? Почему? Потому что он погиб. Потому что он не верил. Друзья мои, здесь очень важный секрет. Как это ни странно, хотя негативно настроенные в церкви, Божьей церкви могут видеть спасаемых душ, но они не наслаждаются, не радуются, потому что не были вовлечены в это спасение. Вы слышите? Если вам нравится переживать чувство радости, помните, нужно быть соучастником в этом процессе спасения. Так или нет? Да. Когда мы участвуем в этом процессе, жизнь, жизнь, она есть в нас. Рассказывайте людям о Боге. Наслаждайтесь. Тут же в этой истории буквально у ворот города сидели четыре человека. Помните эту историю? Коротко вспоминаю. Это были люди прокаженные и не имели они права жить в городе. Они всегда были за пределами города. И вот история рассказывает нам, что им было очень сложно. Эмоционально и душевно сложно, потому что у них не было семей, но их кормили. Но теперь, когда голод пришел в город, могли их кормить? Нет. И вот когда они сидели там, послушайте, напряженное время для них, когда еще голод одолевает, болезнь, они сказали слова. Давайте прочитаем. Или же скажем просто. Один из них говорит, послушайте, если мы останемся здесь сидеть, что будет с нами? Умрем. Если мы проберемся в город, что будет с нами? Умрем. А если мы пойдем к врагам, что будет с нами? Может, умрем, а может быть, не умрем. Вы чувствуете момент истины? И они пошли. Я вижу эту картину, друзья мои, шествует этот строй четырех людей. Они подняли руки. Возможно, у одного из них на палке было белое полотно, знак капитуляции. Они подходят к этому стаму. Это был знак капитуляции. Мои дорогие братья и сестры, дорогие друзья, слушатели, это очень важно. Если мы не сдадим свои позиции, мы потеряем все. Но когда мы капитулируем или сдадим свои позиции, то мы можем приобрести что-то важное, что нам нужно сегодня, как грешникам, сдать. Как вы думаете? Нашу волю нужно сдать? Иногда наша воля становится препятствием для Бога, не только в нашем спасении, но и в спасении людей. Не так ли? Подумайте. Нам нужно отдать наше время, наши таланты, способности позволить Иисусу, чтобы Он совершил нечто. История с прокаженными учат нас еще больше. И вы знаете, чем она нас учит? Действие создает различие между успехом и неудачей. Что создает различие между успехом и неудачей в нашей жизни? Действие. Мы приходим на богослужение, мы слушаем и даже молимся о наших близких, но этого нам кажется достаточно. Чего не хватает? Действие. Вместо ленивого созерцания, вместо дневной дремы, вместо всего этого нам необходимо действие. Планирование это хорошо, молитва это замечательно, но если не будет действия, то что мы ничего не достигнем. Это призыв сегодня к нам, призыв нашего Господа. Когда эти прокаженные пришли, и они видят тишина в этом стане, потому что ночью Господь прогнал всех сериян, они услышали звуки лошадей, колесниц, шум, убежали и все оставили. Они вошли в палатку, они стали кушать, они стали даже что делать дальше? Прятать, правильно говорит сестра, зарывать. Для чего? Господи, они обомнели этой историей. Я так наслаждаюсь этой пищей из духовного стола, а потом еще зарою для себя немножко, только не понесу куда? Моим друзьям, моим родным, близким. И вот тут наступает момент прозрения. Давайте посмотрим 9 стих, 7 глава, 9 стих. И сказали друг другу, не так мы делаем. День радостной вести, что если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас что? Вина. И уведомили они. Это сигнал для нас сегодня, друзья мои. Это сигнал пробуждения. Послушайте, разве можем мы сегодня молчать? Разве сегодня мы можем останавливаться? Когда все вокруг сообщает нам о том, что времени осталось немного. Я читаю текст, и будут знамения в солнце, луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Я не забываю тех событий несколько лет назад, когда в Индийском океане страшная волна в одно мгновение больше двухсот тысяч людей покрыла и унесла. Помните это событие? Я не забываю последние события после Нового года, когда потрясло Японию, и те, кто спасли землетрясение, тех накрыло цунами, а кого цунами не погубило, тех накрыло радиация, и сейчас трясет. Так сколько нужно трясти народ Божий, сколько нужно меня и тебя, тот, кто обладает этим богатством, кто получил эту одежду праведности, чтобы не идти и рассказать людям, скоро Господь явится. Полторы недели назад, позвольте эту историю в конце, полторы недели назад, я случайно в интернете открыл страничку, где известный шоумен Борис Моисеев, после того, как он вышел из больницы, покаянно говорил слова, и он говорит, я переосмыслил свою жизнь, я сегодня каюсь перед Людмилой Гурченко, кстати, ту, которую сегодня хоронят, это было полторы недели назад, он успел за то, что я оскорбил ее, я каюсь своей жизнью, вы знаете, что многие церкви были против тех шоу, которые он устраивал, потому что там проповедовалась греховная жизнь, и он говорит, я так потрясен, и я подумал, неужели нужно человеку, чтобы уже отняло у него все, казалось бы, чтобы он наконец-то раскаялся, друзья мои, даже мир этот начинает понимать, что время остается немного, поэтому Господь сегодня желает, чтобы его народ поднялся, поднял выше свой взор на небо, и увидел оттуда, как Господь опускает на нас эту одежду, одевает в нее, чтобы не только увидеть, но чтобы почувствовать сердцем своим, а потом опустив глаза куда? На землю, мы увидели еще много людей, и шли рассказали им. Я не забуду ту историю, когда одна известная актриса проводила во Франции благотворительный такой аукцион помощи бедным, и она проходила с тарелкой пред всеми в зале и подошла к одному банкиру, известному человеку, и он говорит, у меня нет денег сейчас, я ничего не имею, и она так улыбнувшись сказала, тогда возьмите с тарелки, для тех, кто не имеет, мы собираем. И вы знаете, он покраснел, а она улыбаясь пошла дальше собирать. Друзья мои, когда я прочитал эту историю, я подумал о себе, Господь столько мне дал, а я говорю, я ничего не имею, тогда Господь говорит мне, послушай, Василий, если ты ничего не имеешь для этого мира, тогда нужно тебя евангелизовать, если тебе мало той одежды, которую я тебе дал, пусть Бог благословит всех нас сегодня. Он говорит ко мне, к моему сердцу, он говорит к тебе, к твоему сердцу, наш дорогой зритель, кто смотрит нас по каналу интернет, на канале надежды, он говорит каждому в этом мире христианину, иди и возвещай ту благодать, давайте пойдем за Елисеем, пойдем вместе, и Господь благословит нас, вы готовы просить об этом Господа? помолимся Ему, попросим силы об этом, и в эти минуты я хочу сказать, что в последний момент, когда мы выходили сюда за кафедру, дорогой для нас человек, дорогая сестра, обратилась с просьбой молитвы о матери, о здоровье ее, я знаю, как это горько, и как болит, но я знаю, что Господь есть врач и целитель, поэтому в этой молитве мы попросим по просьбе сестры Людмилы, и чтобы Господь исцелил болящие. Наш Небесный Отец, наш Царь и наш Бог, как великое и славно имя Твое, Господи, как неоценим это наследие, которое Ты оставил нам на земле, ибо Ты подарил нам спасение, Ты, Господи, дал нам эту благодать, потому что в ней мы можем купаться, как в лучах славы, Твоей, Ты дал нам эту одежду праведности, и только безумный человек может скрывать это. Если мы получили, мы желаем отдавать, мы желаем, Господи, чтобы это стало частью нашей жизни. Благослови каждого, кто сегодня посвящает себя Тебе на служение. Благослови, Господи, народ Твой, молодых людей и старших. Благослови каждого, кто был в этом зале, и благослови тех, кто смотрит у нас сегодня на экранах. Мы молим сегодня о тех, кто больны, кто сегодня переживает тяжелую болезнь и, может быть, кажется безнадежно будущее. Господи, укрепи и дай силы. По просьбе нашей дорогой сестры мы молим, благослови нашу сестру, которая сейчас в постели, и боль пронзает ее тело. Дай увидеть Тебя и увидеть небо и облеки силою своей. Господи, исцеляй болящих, потому что это и случай, врач и целитель. И дай нам также всем вместе почувствовать эту благодать, идти и проповедовать в этом мире весть благую о спасении. Не остав каждого, кто был на этом богослужении и прославься нашей жизни, наш Небесный Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.